Здравствуйте, мои дорогие любители видеоигр! Вы смотрите календарь релизов. Рассказываем, во что можно будет поиграть в месяце грядущем на фоне пресловутого летнего игрового затишья. Последний спокойный месяц, аккурат перед лавиной хитовых релизов, тоже как ни крути, но способен удивить. Здесь вам очереда пиксельных инди, и хорроры, и даже один большой блокбастер, кто бы мог подумать. Но давайте обо всём по порядку. Самое начало месяца знаменует выход долгожданного дополнения в такое же родное и близкое сердце Atomic Heart под названием Annihilation Instinct. Известно, что оно продолжит основную сюжетку боевика и приоткроет завесу тайны. Что же случилось с антиутопическим миром игры в целом и майором Нечаевым в частности после финальных титров? Мы отправимся в новое приключение, на сей раз разворачивающийся на территории новой локации, комплекса Менделеева и окружающих его болотах. Игрок встретится с новыми видами врагов, обогатится новым вооружением ближнего и дальнего боя, ну и способностями, конечно, куда ж без них. Новое улучшение техностазис для высокотехнологичной перчатки героя позволит ни много ни мало управлять временем. Кроме того, с выходом Annihilation Instinct в игру наконец-то добавят режим новая игра плюс, в котором все ваши навыки арсенала, оставшиеся с предыдущего прохождения, будут доступны с самого начала. Но и враги станут в разы коварнее. Дополнение выходит на домашних платформах этого и предыдущего поколений 2 августа, полностью на русском языке. Компания Grizzly Games 2 августа выпустит эксклюзивно для ПК-платформы свой проект под названием Tronfall, который сочетает в себе элементы стратегии и экшена. Игра напоминает Tower Defense, и, судя по всему, является довольно простой в освоении, ведь ничего сложного там делать и не придется. Мы строим поселение, развиваем его, в игре имеется система уровней, а затем защищаем возведенные хоромы от врагов. Проект вполне может привлечь кого-то своей минималистичной графикой и приятным художественным дизайном со своей атмосферой. Так что ценителям инди-стратегии попробовать Tronfall однозначно стоит. Третья часть легендарной ролевой серии Baldur's Gate от студии Larian наконец выходит из раннего доступа. Случится это уже 3 августа. Именно тогда гордые обладатели PS5 и ПК, ожидающие полноценного релиза, смогут отправиться в многочасовое путешествие по миру игры. Собрав команду из собратьев по несчастью, по сюжету зараженных личинками загадочных, но отнюдь недружелюбных существ и пытающихся предотвратить полноценное превращение себя любимых в им же подобных монстров, проект ожидается невероятно масштабным и вариативным. Так, продолжительность прохождения ролевки, если учитывать дополнительные квесты, должно занять у геймеров натурально сотни бессонных часов, на протяжении которых мы будем принимать непростые решения, которые так или иначе будут иметь долгоиграющие последствия. А пройти игру от начала до конца можно будет даже в том случае, если вы решите убить всех персонажей вовсе. Всегда есть вариант продвинуться вперед по сюжету как-то еще. Помимо прочего, разработчики обещают продвинутую кастомизацию героя, только в ней можно будет зависнуть на несколько часов, а также улучшенную боевую систему с кровью и расчлененкой. Да игра вообще обещает быть довольно взрослой, не так давно ей присвоили рейтинг М, а это значит, что в игре будет много обнаженки, нецензурной брани и сцен насилия и жестокости. Симуляторы починки, чего бы то ни было, пользуются завидной популярностью у многих геймеров, а потому инди-разработчикам на сей счет приходят в голову все более оригинальные идеи. В Space Mechanic Simulator, к примеру, нам отводится роль, как понятно из названия, механика космических станций различных спутников. Профессия, прямо скажем, не самая расхожая, а потому возможность почувствовать себя в шкуре специалиста, решающего такие вот специфические задачи, вещь довольно ценная и упускать ее, пожалуй, было бы зря. Сообщается, что в распоряжении для починки отладки у игрока будет сотня другая различных частей космического аппарата, который новоявленный специалист волен вынуть и заменить по своему усмотрению. Также в игре реализована возможность исследования планет, катаясь по ним на любезно предоставленном вездеходе. Ах да, игра выходит только для ПК 3 августа. I'm Future Cozy Apocalypse Survival. Это необычный симулятор выживания в сеттинге постапокалипсиса и с изометрической камерой. Почему необычный? Ну, дело все в том, что конец человечества здесь показан не в привычных нам серых тонах и с атмосферой тотальной безысходности, а вполне себе даже ярким и солнечным. А потому и картинка в игре соответствующая, цветастая, с мультяшным уклоном и вовсе даже не намекающая на то, что все для этого мира складывается печально. Отнюдь, человечество хоть кажется и погибло, но все не так уж плохо, потому как мы, то есть главный герой, очень даже живы. Проснулись себе искря сна на заброшенной крыше небоскреба и потихоньку начинаем вставать, что называется, с колен. Исследуем погибшую колыбель человечества в виде некогда процветающего мегаполиса. Добываем ресурсы, охотимся, занимаемся крафтом и даже строим свои собственные поселения с искусственным интеллектом. В общем, живем как ни в чем не бывало. Попутно главному герою все же придется выяснить, куда подевалось человечество. Но это так, нюансы, что называется. 10 августа разработчики из студии Deck 13, известные любопытным ролевым экшеном The Search, представят свой новый проект, Atlas Fallen, на сей раз не в футуристичном, а в фэнтезийном сеттинге. Главный герой игры находит магическую перчатку, позволяющую ему управлять песком. А песка в здешнем мире хоть отбавляй. Здешний бог владыка, мол, осушил плодородные земли, отчего осталась только пыль да песок. Но мы, в свою очередь, не согласны с текущим положением дел, а потому спешим вершить справедливость, попутно расправляясь с врагами, используя разного рода импланты и комбинируя атаки разными видами оружия. Игра поддерживает кооператив для одиночной кампании, где героям дадут взаимодействовать между собой в противостоянии гигантским тварям и зазнавшимся богам. Авторы проекта считают мир Atlas Fallen поистине уникальным. При создании своего фэнтезийного мира они вдохновлялись Дюной и Властелином Колец. А что касается геймплея, то здесь разработчики заявляют, что постарались перенести из предыдущего проекта The Search все самые лучшие моменты, при этом сделав здешний мир в разы более динамичным и быстрым, а сражения еще сложнее и разнообразнее. Что можно сказать про Сен-Гоку Дайности? Прежде всего отметим, что игра представляет собой ролевой симулятор жизни в привлекательном антураже феодальной Японии, от польских, что интересно, разработчиков. Игроку предстоит создать и возглавить собственную династию в регионе, опустошенном голодом и войной. Заниматься всем этим можно будет как в одиночном режиме, так и в кооперативном. В процессе построения империи пользователи смогут исследовать обширный открытый мир с видом от первого или третьего лица, собирать ресурсы, заниматься ремеслом, охотой, а также возведением разного рода постройок. Ну и сражений с врагами также не избежать, так как элементы экшена и боевка в игре более чем присутствуют. Пусть на них и не делают основной упор. Разработчики Сен-Гоку Дайности и студии Суперками обещают глубокие градостроительные механики, разнообразные живописные локации, систему создания инструментов, оружия и лекарств, а также симпатичную графику на Unreal Engine 5. Текстовый перевод на русский ожидается, а релиз готовят только для ПК к 10 августа. Поклонники пиксельной графики, вот мы и добрались до проекта, который сможет порадовать и вас. Hammer Watch 2. Ролевой слэшер в открытом мире от шведской студии Крэг Шелл доберется до прилавков 15 августа и расскажет о некоем королевстве, законного правителя которого сверхковарный злодей с армией драконов под рукой. Ну а мы берем на себя роль героя, чья миссия не без помощи верных союзников исправить досадную ситуацию и восстановить справедливость. В общем, боремся за все хорошее против всего плохого. Что еще для счастья надо? Игрокам предоставят для исследования динамичный открытый мир с системой смены времени суток и погодных условий. А сражаться на его просторах предстоит с чудовищами, живыми мертвецами и прочей отвратительной нечистью. Авторы обещают непохожие друг на друга локации, огромное количество квестов, пять классов героя на выбор от рейнджера до мага, редактор персонажа, крафтинг, а также онлайновый кооператив на четверых игроков. Игра будет переведена на текстовый русский, так что наш игрок в случае недостаточного владения языком английским не рискует запутаться в перипетиях местной истории. Moving Out – продолжение забавного симулятора переезда с изометрической камерой, делающей упор на законы физики и необычной механики в контексте переноса и грамотной расстановки предметов мебели. В сиквеле персонажа отправится в путешествие по мультивселенной, все благодаря межпространственным порталам. В рамках нового приключения их ждут невероятные, но в то же время не совсем логичные для обывательского ума испытания. Так что геймерской смекалке придется в очередной раз изрядно поднапрячься для успешного прохождения. Тем более, что у нас тут кооператив. Игра заглянет на домашние игровые платформы этого и прошлого поколения 15 августа и будет иметь поддержку русского языка. Desensed – это научно-фантастическая стратегия в реальном времени с элементами выживания. В ней нам предстоит заниматься собирательством, возводить здания, заниматься научными исследованиями и менеджментом, но и бороться за право на существование. По сюжету мы должны будем приземлиться на чужой планете, в дальнейшем работая в одиночку или в команде с другими игроками над созданием и автоматизацией оживленной операционной базы с целью продвижения в научном прогрессе, а также починки нашего сломанного корабля. Игрокам будет доступно множество различных роботов, оснащенных технологиями для добычи полезных ископаемых, сбора руды, кристаллов и других ресурсов, изготовления металлических пластин и усиленных каркасов, а также строительство объектов и производство жизненно важных технологий, не без помощи продвинутого ИИ. Игра выходит на ПК 15 августа без русского языка. 16 августа до релиза доберется Квазиморф – пошаговый пиксельный рогалик, повествующий о борьбе некой ЧВК против демонов. В тамошнем мире большинство уголков космического пространства контролируется корпорациями, готовыми предложить, скажем так, различные задания. Главный герой без лишней скромности берет подобные заказы и путешествуя по различным планетам, противостоит монстрам и другим противникам. В игре важный акцент делается на состоянии и снаряжении игрока. Важно следить, чтобы оно было в порядке, дабы всегда быть готовым к предстоящему сражению. Изначально разработчики сделали бесплатную демку к игре, выпустив ее в Steam, но вскоре после череды довольно положительных отзывов быстренько отыскали издатели и продолжили развитие проекта уже в несколько ином темпе. По заверениям разработчиков, проект вышел достаточно сложным. В нем присутствует система ранений, которые влияют на характеристики персонажа. Так, для различных ранений предусмотрены соответствующие медикаменты. А при несвоевременной обработке раны может даже развиться инфекция, что чревато печальными последствиями. Также при злоупотреблении наркотическими обезболивающими у персонажа может развиться зависимость. Помимо основной сюжетной линии, авторы добавят и множество опциональных заданий, за прохождение которых игрок получает дополнительные бонусы и награды. Однажды уже претерпевший перенос стратегия Горд, основанная на славянском фольклоре, так и выйдет 17 августа. Можно с уверенностью сказать, что игра совершенно точно ушла на золото. Напомним, что в Горд игроку предстоит возглавить племя рассвета и взять под контроль деревню, которая подвергается нападению со стороны разных ужасных монстров. А потому поселение необходимо будет грамотно развивать и подвергать улучшениям, дабы эффективнее отражать нападение все более опасных врагов. Стратегия, казалось бы, собрала в себя лучшие элементы от Ведьмака и Фростпанк. От польской ролевки ей достался мрачный жестокий сеттинг, а от Фростпанк – изолированное поселение, которое можно превратить в натуральную крепость. Также, будучи во главе деревни, нам нужно будет заботиться и о здоровье жителей, потому как, если поселенцам будет особенно трудно жить под вашим начальством, они могут впасть в панику с последующей за этим невозможностью подчиняться приказам, что может усложнить выполнение заданий. Пиратская стел-стратегия Шэдов Гамбида Кёрст Крю выходит 17 августа. В ней мы отправимся в эпоху Золотого Века Пиратства, а заниматься там предстоит сбором собственной команды разбойников, состоящей из не совсем живых пиратов. Их придется воскрешать из мертвых, однако делать это довольно просто. Достаточно лишь воспользоваться магией драгоценных черных жемчужин. Всего участников будущей пиратской банды может быть 8, и каждый персонаж обладает собственной историей, характером и, что важно, уникальными сверхъестественными способностями. Так, например, волшебная пушка пиратки Гаэль запускает в воздух друзей врагов, якорь мистера Меркьюри открывает порталы, а мифический меч Афи рассекает пространство и время. Игрой занимается студия-разработчик Mimimi Games, участники которой ранее работали над такими знаковыми проектами, как Desperados 3 и Shadow Tactics Blades of the Sogun. Хоррор выживания третьего лица The Texas Chainsaw Massacre, вдохновленный культовой франшизой про маньяка Кожаное лицо, выходит 18 августа. За игру ответственна студия Summa Digital, что ранее отметилась такими проектами, как Sackboy Big Adventure и Crackdown 3. Известно, что механика, характеризующая геймплей новой техасской резни, практически идентична она и с Dead by Daylight, то есть нас ждет асимметричный мультиплеер, в котором один игрок управляет злодеем, а другие играют за выживших и пытаются спастись. В проекте не обойдется и без других знаковых лиц серий фильмов, коих успели наплодить великое множество. Но акцент прежде всего будет сделан на обезображенном маньяке с бензопилой и его поехавшей семейке. В игре, что предсказуемо, ожидается довольно высокий уровень насилия, который проявляется в частности в сценах убийства жертв. А вот что не ожидается, так это наличие русского языка, но, думается, нам и без него в игровом процессе будет несложно разобраться. А какого-либо вразумительного сюжета в игре все равно ждать не стоит, так что пережить можно. Разудалый граффити-экшен Bomb Rush Cyber Funk представляет собой платформер с открытым миром и яркой цветастой эстетикой. Игроки возьмут на себя роль Диона Костера, уличного художника граффити, цель которого — сколотить свою собственную банду, дабы взять под контроль огромный футуристический мегаполис. Игровой процесс планирует быть максимально насыщенным. Тут и скольжение по ограждениям, и катание на роликах, скейтборде, а также велосипедах BMX, трюковой комбинации и рисование граффити вверх ногами в воздухе. В общем, заскучать будет попросту некогда. Игра выходит на ПК и Nintendo Switch с поддержкой русского текста. Магический шутер от первого лица Immortals of Avium на сей раз также окончательно уходит на золото. Игра должна была выйти еще в этом месяце, но была перенесена на 21 августа в целях дополнительной полировки и улучшения оптимизации. Проект создается ветеранами игровой индустрии, работавшими ранее над сериями Call of Duty и Dead Space. А в качестве сеттинга был выбран фэнтезийный мир, использующий элементы метроидвании. Мир этот в наилучших традициях жанра пребывает в состоянии войны и по сути находится на волоске от гибели. Игроки возьмут на себя роль боевого мага Джека, который исследует бескрайние просторы вселенной Avium, сражаясь с врагами и выполняя множественные квесты, попутно развивая свои способности. По словам разработчиков, в визуальном плане они черпали вдохновение из самых разных источников, среди которых фильмы серии Властелин колец и игры из линейки The Elder Scrolls. А что касается игрового процесса, то здесь авторы опирались на свою собственную практику многолетней разработки серии Call of Duty, в целях создать уникальный повествовательный однопользовательский опыт и сочетая при этом элементы фэнтези и ролевой игры. Научно-фантастическое приключение в космосе Форд Солис выходит 22 августа. Действие грядущей игры происходит в будущем, когда человечество уже смогло организовать некое подобие жизни на Марсе. Мы же играем за инженера Джека Лири, которого играет Роджер Кларк, исполнитель роли Артура Моргана в RDR 2 на минуточку, что должен пережить одну долгую ночь на опустевшей шахтерской базе Красной планеты, в целях выяснить, что случилось с внезапно исчезнувшим оттуда персоналом и какова была реальная цель постройки комплекса. Очевидно, что данный аванпост вовсе даже не заброшен, а потому герою, как водится, придется весьма несладко. Разработчики обещают захватывающий сюжет, геймплей с уклоном в Immersive Sim, пугающие атмосферные локации и следование мира без подзагрузок. И все это в довольно привлекательной обертке из Unreal Engine 5.2. Любителям погонять на виртуальных мотобайках советуем обратить внимание на Ride 5, симулятор гонок на мотоциклах и этим, в общем-то, все сказано. В очередной части команда разработчиков из студии Milestone традиционно уделяет особое внимание реализму, гибкой системе настройки байка, реалистичной смене погодных условий, обширным возможностям по части помощи в управлении, а также разнообразию игровых режимов. В наличии имеется стандартная карьера, гонки на выносливость, гоночный редактор, заезды с игроками онлайн со всего мира или с другом на разделенном экране. Игра выходит 24 августа на ПК и текущем поколении консолей без поддержки русского языка. Мрачная метроидвания Blasphemous 2 выходит 24 августа на целой череде игровых платформ, в числе которых ПК, консоли текущего и прошлого поколений, а также Switch. События сюжета Blasphemous 2 разворачиваются аккурат после финала бесплатного дополнения Once of Aventide к предыдущей части платформера. Так, проснувшись на незнакомой земле, кающийся оказывается втянут в бесконечный цикл жизни, смерти и возрождения. Игрокам же предстоит исследовать опасный, неизведанный мир и разгадать его мрачные секреты. На пути к этой цели нашего протагониста будут поджидать толпы ужасающих врагов и еще более грозные титанические боссы, каждый из которых имеет свои особенности, и для победы над которыми необходимо искать особые предметы и активно прокачивать умения. Боевую систему игры также существенно улучшили за счет добавления новых видов оружия, более жестоких добиваний и продолжительных комбо. А 25-го числа до релиза доберется брутальный меха-экшен Armored Core 6 Fires of Rubicon, в котором игрокам предстоит собрать собственного здоровенного робота и взять на себя управление им для выполнения различных миссий. История игры повествует об отдаленной планете Rubicon 3, где был обнаружен некий новый источник энергии, который должен был бы служить во благо, но не тут-то было. Вместо этого вещество спровоцировало невиданных масштабов катастрофу, в результате которой планеты, как и окружающие ее звезды, были охвачены пламенем и бурями. Почти полвека спустя то же вещество вновь всплыло на Rubicon, который к тому моменту уже был заражен и едва ли пригоден для жизни. Вся вот эта передряга привела к вооруженным стычкам между различными неземными корпорациями и группами сопротивления, что решили побороться за контроль над веществом. Оно им всем по каким-то причинам вдруг понадобилось. Игрок же проникает на Rubicon в качестве независимого наемника, и в результате оказывается втянутым в борьбу за опасное вещество с корпорациями и другими фракциями. Поклонников боевиков в меха-жанре ждут динамичные сражения с применением различного оружия на просторных локациях, кастомизации роботов и возможностью выполнения побочных заданий. А сложность боев в новой части будет приближена к серии Souls, другой известной франшизы от разработчиков из FromSoftware. Также в Armored Core 6 добавят новый режим Арена, в котором можно будет попробовать свои силы против настраиваемых противников. Sea of Stars — грядущая ролевая видеоигра от канадской студии Sabotage с олдскульной ролевой механикой и пиксельной графикой. В ней нам расскажут истории двух детей солнцестояния, которые объединяют силы Солнца и Луны для исполнения магии затмения. Единственной в мире игры силы, способной победить чудовищные творения злого мага, известного как Мститель Плоти. Да, мы тоже ничего не поняли, но, видимо, в этом и фишка. Разработчики намеренно придумывают такие вот мудреные описания своих проектов в целях завлечь как можно больше любопытных игроков. Коими мы и являемся. Ну что ж, из понятного здесь то, что игроков ждет просторный открытый мир с платформенной механикой, множеством интересных персонажей со своими историями, переживаниями и сюжетными заданиями, а также уникальный взгляд на классический пошаговый РПГ, что сочетает в себе самый что ни на есть классический подход и новые элементы. Игра выходит 25 августа и будет иметь поддержку русского текста, так что есть шансы, что все желающие разобраться в перебитиях местного сюжета все-таки смогут сделать это без особого труда. Under the Waves. Это однопользовательское приключение, действие которого происходит в подводных глубинах. Игроку предстоит исследовать огромную область, напоминающую открытый мир при помощи подводного судна, расследуя тайны, изучая затонувшие корабли и живя, так сказать, полноценной морской жизнью. Разработчики игры вдохновлялись старыми документальными фильмами, это очень заметно по визуал проекта. Своеобразные зернистые картинки и повышенном контрасте желтого и синего цветов. Нам обещают геймплей, основанный на собирательстве ресурсов, создании оружия и инструментов для исследования, а также сражениях с агрессивно настроенными существами, потому как мир игры, по заверениям разработчиков, полон опасных сюрпризов. Релиз игры ожидается 29 августа на ПК и консолях этого и прошлого поколений. И еще один сурвайвл-хоррор в нашем сегодняшнем списке. Пусть и менее хитовый, нежели какой-нибудь Форд Солис или любой из последних Resident Evil. Daymon 1944 Suncastle. Игра в потоке релизов как-то затерялась, и известно про нее приступно мало. Но того и гляди, и быть может даже и зря. Проект представляет собой экшен от третьего лица в стиле резика, но с бюджетом ощутимо поменьше. Это, к слову, заметно как по графике боевика, так и по кадрам геймплея. Главной героиней игры является агент секретной службы, которую отправляют на очередное, казалось бы, задание в некий научный центр, где ее целью станет расследование творящихся там странных и подозрительных событий. Игра вполне себе линейна, но обещает быть крайне сюжетно ориентированной. А потому, если история кажется в действительности годной, то, возможно, стоит дать проекту шанс, несмотря на его не слишком привлекательный внешний вид. Выходит игра 30 августа, русский интерфейс присутствует. А завершает наш сегодняшний календарь релизов проект War Hospital, историческая стратегия в сеттинге Первой мировой войны от студии Brave Lamb, которая выходит в самом конце месяца, 31 августа, если быть точным. Игрокам дадут вжиться в роль майора Генри Уэллса, британского военного медика в отставке, которого, тем не менее, призвали обратно на фронт, потому как талантливых рук в полевом госпитале отнюдь не хватает. Нам предстоит лечить ужасные боевые ранения, отстраивать дополнительные отсеки медицинского комплекса, заниматься менеджментом ресурсов, взаимодействовать с врачами и медсестрами, закупать дорогостоящие медицинские приборы, а также составлять расписание операций. При всём при этом важную роль играют правильно расставленные приоритеты задач, ведь на кону стоят жизни людей, и наша цель как медика — спасти их как можно больше. Игра выходит на ПК, PS5 и Xbox Series XS и будет поддерживать русский интерфейс и субтитры. И на этом наш выпуск про релиза августа завершается. Надеемся, он вам понравился. Пишите в комментариях под видео, в какие из этих игр будете играть вы. Ставьте лайк и колокольчик, а также подписывайтесь на канал и приходите в нашу группу во Вконтакте и Телеграм. Увидимся скоро, а пока оставайтесь с нами, дальше будет только интересней.